В начале нашей программы мы отметили, что действительно хорошая новость. Сегодня пятница, первая пятница в 2016 году, но для школьников эти выходные станут последними перед тем, как придется вернуться обратно в школу. Некоторые школьники наверняка очень активно отдыхали на каникулах, и поэтому возобновление учебного процесса может стать несколько затруднительным. Как подготовить детей к новому учебному году, мы сегодня поговорим с детским психологом Ольгой Поперековой. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Ольга. У каникулы известное дело были придуманы не просто так, детям действительно нужен отдых от учебных занятий, но иногда родители испытывают все-таки сложности с тем, чтобы вернуть ребенка в учебный ритм. Как можно с этим справиться? Ну, конечно, подготовка к тому, что начнется новый учебный период, она, конечно, должна быть заранее. И в последний вечер перед понедельником, конечно, это уже сложно сделать, особенно если на каникулы было задано домашнее задание. Конечно, это надо вернуть и ритм бодрствования и сна, это надо вернуть ритм питания. Тем более, что если каникулы были соединены с такими большими праздниками, подарками, всякими сладостями, вкусняшками. С излишествами. Да, да, абсолютно верно. И в первую очередь, конечно, надо вернуть вот эти вот утренние подъемы, да, когда ребенку очень трудно встать. И накладывание на ребенка там, ну все, завтра в школу, давай, соберись. Или пусть два последних дня отсыпается. Вот тогда это, конечно, такая, как сказать, медвежья услуга, которую родители оказывают своему ребенку. Конечно, дня за три, за четыре надо уже его подготавливать и начинать немножечко уменьшать это бодрствование. Раньше укладывая ребенка спать, вечером занимаясь какими-то спокойными видами деятельности, играми, чтением и так далее. Неужели действительно в эту субботу и воскресенье дети должны будут вставать в 7-8 утра для того, чтобы уже нормально проснуться в понедельник? Безусловно, не в 7-8, конечно, но не в час и не в 12, да, как вот привыкли на каникулах, на выходных днях делать. Немножечко уменьшать постепенно. Тогда в понедельник утром встать в 7 утра будет гораздо легче. Нередко слышу, что дети в школу возвращаться не хотят, потому что, ну, вряд ли кому-то нравится просыпаться каждый день, да, в 6 утра, потом идти еще на какие-то уроки. Есть ли ребенка охватывая чувство страха даже перед возвращением? Как с этим справиться? Ну, безусловно, еще очень редко в моей практике, по крайней мере, встречался ребенок, который после каникул идет в школу, да, хочу всех увидеть, да, но вот как бы быть в школе, ну, как-то не очень. Но я бы, наверное, не сказала, что это чувство страха, это чувство какой-то такого протеста, такого, вот опять вот, нет, не хочу напрягаться и так далее. Что родителям в этом случае делать? Родителям нужно его, конечно, поддерживать, и поддерживающая позиция родителей будет очень вот хороша в этом случае. Что делать? Вспомнить, что было хорошего на каникулах, и ребенка немножечко переориентировать на то, что ты придешь, встретишься со своими друзьями, расскажешь, куда мы ездили, куда ходили. Покажешь свои, может быть, подарки новогодние, там, или какие-то новинки, там, девочки очень любят похвастаться чем-то. То есть дать такой посыл, что в школе не так уж и плохо после таких вот насыщенных праздников. Ну, мне кажется, что есть разница, например, если ученика старших классов можно воззвать, так сказать, к чувству долга, надо, и вот у тебя экзамены на носу, что-нибудь в этом духе, то вот маленькие дети, они, например, испытывают протест или чувство какого-то страха, да, и не хотят и все, вот я не пойду, и до слез. И вот что делать в этом случае родителям, потому что здесь достаточно сложно дисциплинировать маленького ребенка. Безусловно, совершенно верно. То есть, ну, здесь действительно вы правы, что здесь не как в сказке, там, горшочек вари, и все, ребенок стал работать. Нет. Здесь, во-первых, предварительная работа будет идти, да, то есть на каникулах. Каникулы заканчиваются, это родителям тоже надо дать ребенку понять. Но если случился такой момент, что ребенок там заплакал, захандрил, закапризничал, не хочу, и все, побудьте просто с ним в этой эмоции. То есть вы его принимаете точно так же в этом нежелании идти в школу. Вы с ним просто разделяете одну и ту же эмоцию. А вот этим вот познавательным интересом, это уже ваша задача заразить ребенка, да, ничто не так передается, ничто не передается так, как эмоция определенная. Вы говорите подготовительная работа, да, ну, то есть понятно, что, наверное, об этом надо было задумываться не в пятницу, да, как сегодня, а до этого. Но если вдруг проблема возникает именно сегодня, да, за два дня до возвращения в школу, можно ли еще что-то сделать, или здесь, как говорится, поезд уже ушел? Нет, конечно, можно. Что? Во-первых, разговаривать с ребенком, да, проводить с ним время, особенно если это маленький ребенок. Ну, по-честному говоря, ему же все равно, что делать. Главное быть с родителями вместе. Если с родителями это будет какая-то там настольная игра или какой-то разговор или беседа, он будет в этой деятельности пребывать вместе с родителями. Не нужно так вот директивно к этому подходить. Да надо и все, вот как вы сказали правильно, вот если старшекласснику можно это сказать, он это поймет, по крайней мере. Не надо его заставлять идти. Опять же, не рекомендую сделать какой-то выходной, да, там, ну ладно, пускай еще дома посидит, там, а завтра вот уже соберемся. Нет, конечно. Но разговоры и вместе какая-то совместная деятельность такая. Ребенка главное успокоить. Он же ходил в школу, это же не новое для него. Многие родители испытывают проблемы с тем, что очень сложно им как-то свое время или режим дня отработать, скажем. Они считают, что ребенку дается большая слишком нагрузка в школе. Ребенок также загружается практически с начальной школы дополнительными занятиями. И родитель, с одной стороны, это понимает, с другой стороны, вроде как не может ничем ему помочь. Вот как поступить родителю, как он должен понимать, что где ребенку дать дополнительную нагрузку, где нет, и как снимать вот это напряжение, которое ребенок получает. Сейчас мы говорим о послеканникулярном времени. Да, в том числе об учебном процессе, в принципе. То есть здесь самое главное слово будет постепенно. То есть нельзя в один день его отправить в школу на 6 или 5 уроков, потом после этого он быстренько бежит в бассейн, потом быстренько после этого идет на рисование какое-нибудь там или на дополнительные эстонские и так далее. То есть постепенно. То есть если в понедельник он пошел в школу, то во вторник или в среду, или может быть даже на следующей неделе, дозированно давать нагрузки, как умственного напряжения, так и физического. И действительно, вот вы правильно сказали, очень внимательно смотреть. Если появляются такие симптомы, как сонливость, апатичное состояние, какая-то вялость, усталость, то здесь действительно уже показатель того, что ребенок перегружен. Вот это не грешат, конечно, родители первоклассников, которые хотят во все окружки... Которые хотят вырастить суперлюдей. Совершенно верно. Ну вот с первоклассниками, наверное, проще всего. Если говорить об уже учениках девятого класса, где родители, наверное, не такой авторитет большой, то как часто дети обращаются к школьным психологам для того, чтобы решить какие-то свои возникающие проблемы? Или не обращаются вовсе? Так, сейчас я... Первоклассники начальных школы или девятые классы? Вот девятые классы как раз. Девятые классы как раз очень часто обращаются. Во-первых, там, не забывайте, начинается любовь, и все с этим связанное. А во-вторых, конечно, и выбор профессии, и самоидентификация, и какие-то вот внутриличностные вопросы вот с этим. А ребенок младшего класса, конечно, здесь его представитель, как его интересов, это родители, в основном по родительскому такому запросу происходят наши встречи. Но иногда бывают ребята в первом классе уже пришли в кабинеты, мне надо немножечко с вами поговорить. О чем мы еще, конечно, не знаем, но... Потребности есть. Потребности есть, да, но в некой такой вот тишине и вот такой приватности, конечно. Спасибо большое. Мы благодарим психолога, детского психолога Ольгу Поперекова, которая рассказала, как постепенно вести ребенка из каникулы в школьную жизнь. Надеемся, что эти выходные действительно вы проведете продуктивно, проведете больше времени со своими детьми, для того, чтобы они радостно пошли в школу и чувствовали себя хорошо. Ну а сейчас от психологии мы перейдем к культурным событиям этой недели, и сейчас они предстанут на ваших экранах.